МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюня у Гомеля пройшел региональный семинар Министерства информации Беларуси. У центры уваги работа мясцовых сродков массовой информации. Их роля у развития Гомельской области. У дел у мероприемствия приняли представники Министерства информации, так само журналисты, идеологи и навыковцы, які займаются проблемами сучасной журналистыки. Яны наведали редакцию газеты «Гомельская правда» и телерадио-кампанию «УГОМЕЛЬ». Головная тема сустречи обмерковывалась подчас пленарного посаджения. Подробностей у Ганны Ковалевой. Представники Министерства информации, журналисты, идеологи и навыковцы усягося родудельников семинара «Коле ста человек з усею краины». Звездки об информационном потенциале региону яны отримали наглядные. Гостя наведали телерадио-кампанию «Гомель», ознайомилися с гисторией и ее сучасным життем. Наступный пункт программы – редакция газеты «Гомельская правда». Обновленные помешканье «Выдовецкий дом», «Уласная радио». Найстарейшее друкованное выдание краины и сегодня отповедает усим потребованиям часу. В уходе семинара наместник министра информации Беларусь Александр Карлюкевич отзначает, накольки важны редакциям газет выкористовывать розные махчимости. Сегодня нас пела выразная потреба зрозуметь, асенсовать, что редакция районных газет, в первую очередь редакция районных газет, повинна стать таким своясабливым медийным центром, який будет выкористовывать во вплывах на громадскаясть, на читача, на споживца информации, на слухача, на глядача самые разные медийные способы, медийные сродки. Я маю на увазе, что и на Гомельщине есть выразный приклад, это редакция газеты «Гомельская правда», которая является фактически ориентиром. После удельники семинара побывали у сквера Янки Купалы, где усколали к ветке допомника беларускому литератору с на годы 135 года, с дня его народжения. Затым мероприемство переместилось на Гомельский химичный завод. Гости ознаймелись с предприемством и проступили до обмеркования головной темы сустречи, информационного забеспечения социально-экономичного развития региона. Важность супрационничества со СМИ для промыслового сектора в своем взвороте до гостей подкрасли у директор химзавода Дмитрий Черняков. Далее разумова закранула такие актуальные питания, як эффективность використания мягчимостей интернету и впливу социальных сеток на громадскую думку. До речи, на портале БелСМИ присутствуют практически 95% региональных выданий. Мир меняется гораздо быстрее, быстрее меняются инструменты. И нужно понимать, что сегодня акцент, хотим мы того или нет, смещается в интернет. СМИ просто обязаны использовать все новое, что появляется в IT-индустрии. Вот этим, наверное, сегодняшний момент и отличается. Потому что если мы начнем думать, нужно это или не нужно, мы опоздаем. А тот, кто опоздал, тот уже отстал навсегда. Свои думки по этой теме выказали многие удельники семинара. Журналисты в своей работе сегодня активно выкористовывают самые разные пляцовки, как охучивать актуальные для життя краины темы. Подобные встречи, нацеленные на повышение эффективности у делу СМИ о социально-экономичном развитии краины, пройдуть во всех областях. У завершении заплановано выниковое мероприемство у Минску в осенью этого года. Ганна Ковалева, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Сярод инших офицейных падей этого дня – рабочая сустреча представников Беларусского товариства и Международного комитета Червонного крыжа. Сегодня у «Гомеля» они обмерковали запуск суместной программы по оказанию допомоги переселенцам з Луганской и Донецкой областей Украины, яке знаходятся на территории Республики Беларусь. Программа под названием «Микроэкономичная инициатива» накерована на створение для переселенцев махшимостей для заработки, початку нового або поширения истинного малого бизнеса. При умове, что агульный кошт проекта не будет превышать 800 евро. При отборе потенциальных отримальников допомоги специальная комиссия оценит мотивацию и опыт кандидатов, а так само их уразливость, або, иначе скажучи, заправды низкий уровень доходов. Будут улишваться и перспективы здейственности и устойливого функционования проекта. Мы оказываем финансовую помощь нашему партнеру – Белорусскому Красному Кресту, который, в свою очередь, будет осуществлять закупку тех или иных вещей, которые необходимы для малого бизнеса этих перемещенных лиц. Это гранты до 800 евро. Разумеется, это может быть все, что угодно на эту сумму. От агропроектов каких-то до проектов в сфере торговли или же малого производства, когда человек что-то мастерит и продает, что в последнее время очень популярно. За больше подробностей информации, переселенцам из Луганской и Донецкой областей нужно обратиться в областную организацию «Червоного крыжа» або в ее районные отделения. Протягиваем выпуск. Ставка рефинансования с сегодняшнего дня страчивает еще один пункт. Сейчас она складает 12% годовых. Это уже шестое снижение этой величины с начала года. Для принятия такого решения правление Нацбанка проанализовало тенденции у экономики в внешнем секторе и грошово-кредитной сферы. Выники оказались останутшими, что в том лику подтверждается захованием на низком узровне инфляции. В червине у годовым выражения она склала около 6%. У Беларуси скоротели страховый стаж, для некоторых категоры насильництва. Змены, продугледженные президентским указом, які уступить усилу с першого жнивня. Зменьшили период страховых выплат для громадян, які доглядали инвалиды першой группы або дитя инвалиды во узросте до 18-ти годов. Яны будут иметь право на працованную пенсию по узросте при наявности не меньше, как 10-ти годов страхового стажу. Агульный стаж працы при этом повинят складать не меньше за 40 годов у мужчин и 35 годов у женщин. Протяглость стажу працы с выплатой обовязковых страховых узносов так само заменшается для громадян, які не меньше за 10 годов проходили военную службу, але не мают право на пенсию по законодавстве о пенсийном забеспечении военнослужащих. Право на працованную пенсию по узросте яны отрымают при наявности не меньше за 10 годов страхового стажу и агульного стажу працы не меньше за 25 годов у мужчин и 20 годов у женщин. В 2017 году пенсии назначаются при наличии страхового стажа не менее 16 лет. Ежегодно эта планка повышается до достижения 2025 году 20 лет. Указ 233, который вступает в силу с 1 августа 2017 года, он нацелен на повышение уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые занимались длительный период социально значимыми видами деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемое назначение пенсии страховой стаж, поскольку им назначается социальная пенсия в настоящее время. Завтра Комитет Державного контроля у Гомельской области проведе прямую линию по пытаниях кошту жильевого будовництва. На пытание откажет начальник управления контролю галингосподарки и грошово-кредитной сферы Виктор Алексеевич Рунов. Звернуться до него можно с 10 годин до 11.30 по номеру телефона у Гомеля 23-83-91. До разгляду примаются звороты по терминах, якости и обгрунтованности кошту будовництва жилья для граждан, которые имеют потребу в поляпшении жильевых умов. До других тем. У регионе протягивается уборка и перепрацовка зеленого горошка. На сегодня его собрали больше 1300 тонн. Массовые работы ведут три районы в области – Гомельский, Ельский и Житковицкий. Лидером з'являются Гомельский. Тут собрали больше как полтысячи тонн. Тут же одначена и самая высокая урожайность. Вероника Врашилина просочила шлях горошку от поля до консервовой бляшанки. На полях к Субрильова уборка перейшла за экватор. Тут собрано больше как 530 тонн горошку нового урожая. Что дня на поле выходят комбайны, призначенные специально для сбора гетикультуры. Техника одразу вымолочивает струки, покидающуюся цельные горошины. У день тут сбирают примерно 30 тонн. Горох – культура довольно капризная, тому потребует от аграры в шматступенного догляду за ее. В первую очередь – это опрацовка рослины от шкодников, что, до речи, нияк не уплывая на корыстную властивость кончаткового продукта. Приходится ротовать пассивы от засухи. У выннику урожайность у Ксубрильова селета складает колесо 70 центнеров с гектара при середине областным показчику у 46. Вносим минеральные удобрения, средства защиты и в борьбе с болезнями. Комплекс работ, который позволяет нам получить – это урожайность. То есть 70 центнеров с гектара – это мировой уровень. Если взять, например, то же самое Чехии, где мы покупаем эти семена, у них урожай на 70-80 центнеров с гектара и есть. Но у них земли получше, у них климат немножко помягче. Поэтому для Беларуси именно благодаря этой технологии мы получаем самые высокие урожаи, будем говорить, в Беларуси. Каб заховать свежесть и якость собранного урожая, ягу одразу накеровываюсь на консервацию. У Брилёва размещенный властный консервовый завод. Заличенные хвилины с палетка у горох трапляя на разрузочный конвейер. А затем проходят шерох манипуляций от мойки и бланширования до закатывания у бляшанки. На каждом этапе ведется контроль продукции, как до спожилца и она дошла максимально якостной и смачной. За сутки с конвейера с уходят коля 100 тысяч консервовых бляшанок. В этом году мы планируем выпустить более 3 миллиона условных банок консервной продукции и заборозить 50 тонн горошка. Потому что у нас помимо горошка идет и другие культуры овощные, морозим. Но вот одной из составляющей является и горошек. Можем продавать его как монопродукт или делаем смеси быстро замороженных овощей, куда входит состав зеленый горошек. Всю леторию не планируется убрать зеленый горошек с больше 750 гектаров. У Раджаи уже собрали амаль с 300, что складает 40% одоплану. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, Телер, Радуя, Кампания, Гомель. Больше 9 тысяч гомельских школьников смогут отпадшить этим летом в лагерах в рамках программы «Разумные каникулы. Гомельское лето». Это на паусотни больше, чем в минулым годе. Большаясть детей будут наведывать лагеры дзенного знаходжения селета, их працует Амаль 200. Кожный мае пелный профиль. Например, военно-патриотичные, туристские краезнавцы, ци спортивно оздоровленшим. Адукационные проекты реализуются суместно с правоохонными органами, громадскими организациями, установами культуры и спорту. Тысяча хлопчиков и девчонок с корыстью проведут час у лагерах працы и отпадшинку. Программа «Разумные каникулы. Гомельское лето» продуглеживает працованные проекты по другостной занятости, работу у бригадах по добропарадкованию и озеленению, проведении туристичных и экологичных взлетов. Так само поширена сетка межрайонных и межшкольных лагеров. До их работы долучились больше за 60 ведомств и организаций. В нашем лагере отдыхают дети из четырех школ, с нашей и с близлежащих школ. Восьмичасовой режим работы лагеря с 8 до 16.00. Детки приходят к нам к 8 и они живут по режиму. День и ночь начинается очень бодро, с зарядки, а потом и перетекают у нас в завтрак и в мероприятия. Родители с большим удовольствием пишут заявления и желают, чтобы их ребенок даже хотел не один месяц, а два и даже три месяца. Гомельчанин Геннадзь Караткевич стал переможцем чемпионату по спортивным программировании «Яндекс.Алгарытм». Он правильно вырошил четыре задачи с шести пропонованных за 2 годины 29 хвилин. Караткевич выиграет ГТС-поборнества уже уже четвертый раз. До этого он займал первое место в 2013, 2014 и 2015 годах. На переддень дня пожарной службы в субботу, 22 лепеня, на пляцовце калялядового палаца у Гомеле пройдут святочные мероприемства. Вратовальники продемонструют махшимости специальной техники и обсталявания. На огольнявых и конкурсных пляцовках будут разыграны сувениры от супрацовников МНС. Так само организаторы обьяцают проведение водной фееры для возера на супраць лядового палаца. Супроводжать мероприемства будут концертные номары. Распочнется свято у 11.01. У Гомельский Державный Театр «Лялик» рыхтует новую премьерную постановку для дорослых глядашоу. 26 и 27 лепеня будет представлен спектакль под названием «Бурное житё Лазика Рочванеца» по однайменным романі Илли Оренбурга. Гэта цікавая гістория про пригоды гомельского краудца са шматлікими малявничыми описаниями города над Сожем и рассказами про его особливости. Идея поставить спектакль об укладе життя Гомеля на початку минулого стагодзя у супрацовника у Театра «Лялик» народилася давно. Спыняв вельми объемный материал, який подыходить худшей для кинематографа або драматичного театра. Увасобіць ідею у життё удалося дякуючы народному артысту России Александру Левенбуку, який даў дазвол на викарыстанні п'есы, написанной им для московскага яурэйськага театра «Шалом». Яна, як неэльга, лепш описалася ў формат гомельского театра «Лялик». Премьерны спектакль, акрамя цікавага описання гомеля прыгожых «Лялик» із широй актерской игры, так сама уключаю мнозство яскравых музычных номаров. Постановка различана на аудиторию 18+. З большим удовольствием приглашаем на нашу премьеру 26 и 27 июля наших любимых зрителей и надеемся, что понравится жителям гомеля, гостям нашим, любителям творчества Оренбурга, всем, кому интересно о жизни старого гомеля. Гэта и іншэ новіну ви можете знасті на нашым сайті у інтернеті по адрасі www.tvrgomель.by. Далей у ефірі «Спортывный огляд». З новинами спорту вас познаемець Михаил Садовскі.